Ю-у-у, всем привет! А, да, всем привет, мои дорогие друзья! Ну ладно, всем привет, будешь поговорить? С вами The Walking Dead. Обвиняя, из-за него погибли двое, пока что. Этот урод, у которого, не теряй голову. Нас здесь не должно быть, мы должны были все вместе противостоять, верно, ну и плыть по воде. Все были бы живы. Слушай, Лид, это жуткое время, но я хочу кое-что выяснить. Что это? Кенни больше нет, значит, я иду, и мне нужно выжить, ради коментин. Ну да. Да, согласен. Позвольте её. Это не то, что я имел ввиду. Ну так... Хоть... Ну так... Ого, так хочу я. Блин, пере... Переходи осторожнее. И пошлют меня в конце. Мне чтоб там придерживать там... Вперёд-назад как-нибудь. Да, с такой... Группой поддержки долго не проживёшь. А? Зомбарик. Здесь текстурах зомби не так много, но они всё равно молодцы. Ривер-стрит прямо впереди. Вот, если бы не было... Да, как-то... Осторожнее. И даже в зданиях и полных холодов. Они никогда здесь... Блин. Осторожнее здесь. Да, нам больше не нужны несчастные случаи. Извини. Всё хорошо. В общем, какой прикол. Если бы Бена не было бы, то сюда упала бы вот эта... Девчонка до сих пор не помню, как её зовут. И Кенни бы попытался спасти её и остался бы снизу. То есть... Как бы мы ни старались, Кенни они пытаются списать. И тут выбора особо нет. В гостинице у Марши вон там за углом. Он же будет пройти здесь. По крайней мере, это не похоже на смертельную ловушку. Хе-хе-хе. Капитан первым. Вот у него взгляд. У него раненая нога, а ты носишь в себе ещё одного человека. А у меня дела вообще плохо, мне нужно принять решение. Ну да, он уже и выглядит бледно. В общем, здесь варианта тоже нет. Если отправим их, то они перейдут, а мы застряем здесь. Или наоборот. Пойду первым я, на случай, если что-нибудь случится. Уверен? Да. Здесь тоже и так вся выбор. Если честно. Я больше вас ждал. Да иди ты уже, Ли. Господи. С одной рукой. С одной рукой. С... И тихо, и спокойно. На, капец. Лид с одной рукой всё может. Он хотя бы вперёд наклонился, как-нибудь, не знаю. Или более мелкие шаги делал, потому что... Непросто. Это легко, иди. Хорошо. Вон, не легко ползти. НЕТ! Черт! А, черт! Черт! Черт, ты спонёшься, давай своей корявочкой. Блин! Ты в порядке? Хорошо. Я не могу. Что будешь делать? А, черт, я, я буду пробивать. Лучше пробиваться? В смысле? В смысле, у меня уже упустили. Я просто пробьюсь через них догоститься. Какого фига? Но, может, ты пройдёшь быстро. Может, всё будет хорошо. Я не могу рисковать задерживаться здесь слишком долго. Найдите лодку. Мы встретимся на севере города. Лодку? Мы всё ещё должны выбраться из города. Я найду Клементина, а потом и вас. А что если... Никакого что есть. Я найду вас. И сгрызу. Давай, давай, со своей ручёночкой. Он сполз на одной руке, это жесть. А мы, смотрите, упали с другой стороны. Мы были справа, вышли слева. То есть здесь эти лентяи пленили сделать выход. Не, первая часть очень хорошо сделана. В плане, что с сюжета ты не ожидаешь поворотов. Когда в первый раз играешь и в шоке просто. Ну, пошло. А если бы руку не отпилилили, у нас просто было бы здесь в одной руке, по-моему, топор, в другой ногу. Всё. Или стекло. В общем, у нас был выбор, каким оружием будет лепить. Всё, прорываемся. Суровые дядьки. Только вперёд, не шагнули. Чё они меня грызут? Я сам уже почти дохлый. На, на. На, на. Блин, горели зверюга. Пусть можно пару раз упустить. Хо-хо-хо-хо-хо. Тебе ещё пару раз могут упустить. В принципе, не убрёшь, просто получишь ещё поработать. Знакомая дама, что запомните. Конец эпизода про фирмы. Надо бы из неё утащили припасы. Уже щёки дошпали. Да, идти неизвестно куда, это немножко настораживает. Сюда? Хм. Прикольная ложка. Явно там сидит Клементина. Я нашёл нам смежные комнаты. Привет. Хорошо, это очень вежливо. Выглядишь ужасно. И у тебя не хватает руки. Да ладно. Иди туда. Иди туда. Выпустите меня. Кто там пришёл? Тише. Дорогая, веди себя потише. Все вещи. Туда. Всё, что у меня есть, вот это рация, ясно? Путешествовать налегке? Я тебе не верю. Это всё. Можешь обзгони. Нет, я не прикоснусь к тебе. Просто садись. Ты знаешь, кто я? Да, я тебя знаю. Значит, ты видел мою машину на улице? Увидел там что-нибудь ещё? Что можно взять? Хотя там мало что осталось. Я просто лежал там. Бери, не хочу. Мы голодали. Как ты не... Бери, не хочу. Ты понимаешь, что вы забрали у меня? А. Мне всё равно. Да иди ты. Ты даже не представляешь. Тебе когда-нибудь приходилось причинять боль тем, кого ты любишь? Ну, да. Да, конечно. Кому? А. Моей жене. Моей жене. Клементин сказал, что она была не с тобой. Очень давно я причинил её боль. Почему? Во многих отношениях. Она ездила по командировкам. Мне это не нравилось. Я хотел семью. Ха. Резонное желание, разве нет? Мы подрались. И это привело к тому, что мой самый большой страх стал реальности. Однажды мне стало плохо. По дороге в класс. Я отменил урок и отправился домой. Увидел я каким-то мужиком. Убил его. Я так долго был зол на неё и даже не представлял, какую боль она испытала. А как насчёт тебя? Я причинил ей такую боль. Мой сын Адам пропал. Я взял его на охоту. Хотя моя жена сказала, что он слишком молод. Я считал, что он должен... ...научиться. Я вернулся без него. И её лицо безмолвно кричало, «Ты монстр!» Мы все отправились его искать, но так и не нашли. Я причинил ей боль. А потом ты забрал все наши вещи. Ты ограбил нас. Я мог снова заслужить её доверие Али, но после этого уши вряд ли. Ты облажался. Чем голоднее мы становились, тем больше она винила. А потом она взяла нашу дочь Элизабет и ушла. Они ушли недалеко. Я... я нашёл их день спустя. На дороге. По-твоему я похож на монстра? Мы все похожи. Некоторые больше других. Я не такой, как ты. Ты убил человека вилами. Прямо на глазах у маленькой девочки. Если бы я мог, я всё сделал бы по-другому. Ты бросил беззащитную, скорбящую женщину. Она заслужила. Она это заслужила. На ней была надетая толстовка моего мальчика, который ты украл. Мы голодали. Было холодно. А если я тоже голодала? И замерзала. Так нифига оставлять было. Оставил бы кого-нибудь хоть... Смотреть за этим всем. Откуда ты это всё знаешь? Ты монстр. Ты убийца его. И я заставлю тебя страдать. Очень сильно. Просто верни мне Клементину. Я лучше сам её убью. Потому что так и будет, если она пойдёт с тобой. После того, как я услышал Клементина Парацци, я понял, кто вы такие, и я отправился за вами. Только чтобы отомстить. Но чем больше я слышал о том, что ты творил, и в какой опасности она была, план изменился. Ли, послушай меня. Я хочу, чтобы ты услышал перед тем, что произойдёт дальше. Я могу не позаботиться. У нас может быть семья. Я могу поспорить, что ты даже не знаешь, сколько ей лет. Ей восемь. Неверно. Ей девять. Но... Её день рождения был шесть дней назад. Поймаешь? Я знаю, что значит быть отцом. Она не будет подвергаться опасности, как было с тобой. Нет. Замолчи. Это многое меняет. Это не... Этого не будет. Я укушен. Что? Я был укушен. Я постараюсь сделать всё, чтобы ты кончил так же, как и я. Я... Пустарайся выстрелит мне прямо в голову. Нет. Я буду с ней, а ты будешь гнить на улице. Эй, дорогая. Я думал, что всё скоро... Я думаю, что скоро всё закончится. С кем ты? Я тоже рад. Я бы хотел, чтобы... Тебе не пришлось это видеть. Ну, верно. Мне грустно видеть тебя такой. Я так скучаю по твоей улыбке. Я так по себе скучаю, Тесс. Думаю, Клементина тебе очень понравится. Она, конечно, не Лиззи, но... Она милая. Ты что? На... Одна рукой. Ему достаточно было коленом надавить. Ладно. На чё он вообще надеялся? Давай, ты можешь лить. Чуть-чуть остался. Он не сможет вечно сопротивляться. Давай же, умри. Стивы кончились, да? А нет, задушили. Фига себе, одной рукой задушил. Он бы мог вернуться. верно горошинка да нам не нужны лишний ходячий прости все в порядке все в порядке но бывает у тебя нет руки почему это так страшно был несчастный случай давай поговорим об этом в безопасном месте ты плохо пахнешь да я знаю давай выбираться сюда хорошо да пожалуйста нам нужно найти безопасное место и там мы сможем поговорить хорошо теперь все в порядке сейчас нам нужно решить как выбраться и собаки как можно скорее чё он маньяк какой-то а нам такой не нужно не жаль что тебе пришлось это пережить он собирался убить тебя и забрать здесь если кто не понял лежит голова жены подачу чудика но мы разглядывать не все не будет пошли все патрон нет она вам она не укусила тебя я знаю наверное весь покрыт этой с противной грянью немножко мне пришлось прорваться через толпу уходячих вот как мы выберемся из саванны бедная девочка психика наверно треснула бы если бы она не была такой сильной ах нет плохо въели его кишечки 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 фарбаку кишечки вам кишечки ведь племя и в в в в Вот, теперь он должен сработать. Надеюсь. Блин, она сейчас расплачется. И ты говоришь, что потеряла. Я думала, что она потерялась. Я думала, что ты потерялась. Спасибо. Оставайся рядом со мной. Иди очень медленно. Не оглядывайся по сторонам и не паникуй. Я защиту тебя. Все, мы зомби. Изображают зомби. Не трясись. Все будет хорошо. Очень прикольно. Да, нам выйти непонятно. Просто выйти с улицы. Все просто. Давай, Клементин. Ты, главное, не паникуй. Все хорошо. Этого я видел в начале. Это тоже в начале видел. У них просто оружие отъедено одинаково. Ну, насколько я знаю, нет разницы, как идти. Просто жмем вперед. Опа. А это знаете, кого она увидела? Своих родителей. Клеб. Не надо. Подвести так Клементину. А мне интересно, как вот она смогла нам затащить сюда. Через всю улицу. Зомби. Ли, очнись, пожалуйста. Не умирай, пожалуйста. Пожалуйста, нет. Ли, я так испугалась. Я подумала, что ты меня покинул. Я... 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 Я видел своих родителей. Я знаю, они ведь не добрались до тебя. Нет. Нет. Мы убежали. Они точно вертвы. Лементина, ну, мы же убираться отсюда, как можно быстрее. У них тысячи. Мы должны. Я буду защищать тебя. Буду продвигаться через... Нет, это безумие. Я не спасла тебя. Мы здесь в запасности. Я заферла нас внутри. Попробуй открыти. Я не могу. Можешь. Блин, совсем плохо выглядит. Она была немножко открыта, когда я ее нашла. Я закрыл ее, чтобы были в безопасности. На счет три. Раз, два, три. Три. Давай, не надорвись Ли. Понимаете всю ситуацию? Почти дохлый Ли рядом с девочкой. То есть, он ее защищал. Может превратиться и загрызть ее. Он этого очень, очень боится. Сидишь? Ну, черт, все плохо. Клементина, милая. У меня нет руки, потому что я ее отрезал. Почему ты это сделал? Потому что я был укушен, Клем. Нет, пожалуйста. Нет. Это правда. Да. Блин, нет кольца. Да, нет, это правда. Прости меня, Клементина. Я должен заботиться о тебе. Но сейчас я не могу этого сделать. Я знаю. Думаю, там может быть выход. Хорошо. Молодцы. Пошли. Только я не смогу слишком быстро. Я помогу тебе. Я тебе помогу. Вот это игра. Молодцы. Молодцы. Они сделать так, что прям. Ты переживаешь, девочки. Причем, если ты будешь еще делать всякую мелочь. По ходу игры. То есть, помните, там. Качели сделать еще что-то. Держи. Держи тебе. Ложь. Отбираться мне. Ее в порядке. Я думала, что помогла тебе. И тащи сюда. Ты не сдалась. Я должен был сотрудничать. В отеле было страшно. Да. Продолжайте. Мы почти дошли. И вот. Разговаривай с ней. Можно прям полностью вжиться. Потому что она довольно эмоционально сделана. Прям. Ты переживаешь за нее. Ты прям чувствуешь все ее переживания. Очень классно сделано. Вставай, Ли. Дверь уже рядом. Прости, Клэм. Давай, Ли. Давай. Я не могу. Ты должен. Клэм. Я не могу двигаться. Для меня это грех. Пожалуйста. Пожалуйста. Попробуй еще раз. Блин. Сейчас очень. Очень эмоционально. Я не могу. У тебя мало времени. Ты должна сделать что-нибудь. Быстро. Например. Я не могу. Я не могу тебя бросить. Просто уходи сюда. Хорошо? Мы что-нибудь придумаем. Не волнуйся. Блин. Совсем плохо. Просто узнай для начала, открыта ли дверь. Это не проблема. Там стеклянное окно. Ага. Ау. Да не рукой. Клэм. Клэм. Там под прилавком бейсбольная бита. Возьми ее. Ну да, все их охранят. Используй биту, чтобы разбить окно. Так, ты выберешься отсюда. Поняла? Да. Будь осторожен с битым стеклом. Отличная работа. Милая, не бойся. Ты умная, а он нет. Ты умнее всех вместе взятых. Среди основные. Мы вот там, Клэм. Я знаю! Мы вымирим за тебя, не волнуйся. Ты неплохо, справляется. Плэм, подвинь стул и залезай на него, чтобы добраться до самка молодец лев открывай ловушки туда все будет просто есть ключ возможно от этой двери и все что нам понадобится это на полу нарученку возьми хорошо ли прикумек батарей на денег на меня и пристегнись здесь что за то че неважно что случится ты будешь в безопасности даже не десна просто сделай это солнышко провер надежно ли я не хочу это делать ты должна ради своей же безопасности все термо безопасен и комитет теперь ты должна разобраться с он в ловушке если ты будешь осторожна сможешь забрать ее все что нужно ключи и еще оружие точно ключи оружие просто не бойся даже если что-то пойдет не так ты будешь встречи в чем она здесь бегать крем был все должна собрать первое Возьми оружие, Клэм. Всегда оружие. Ну да, включай меня, то бьёшься. Избавься к ним, избавься. Избавься к ним. Давай, молодец. Осторожно. Ой, блин, обоим достаньте. Ха-ха, я рукой-то не могу прилепить. А, точно. Дебильное предположение. Клэм, хватай, давай. На. Забивай его. Молодец. Убей, чтобы не быть убитым. Я сделал это. Я смогла с него. Отлично, Клэм. Отлично сработано. Я могу превратиться, милая. Если я превращусь, будет плохо. Нет, не можешь. Ты не можешь превратиться. Поверь, Клэм. Я не хочу этого. Я пытаюсь. Пытаюсь. Мои родители. Это ужасно. Даже не представляю, насколько солнышко. А сейчас ты, пожалуйста. Пожалуйста, не становись одним из них. Пожалуйста, не становись ходячим. Пожалуйста, не становись ходячим. Можно сделать всего лишь одну вещь, чтобы этого избежать. И ты знаешь, какую. Я не знаю, смогу ли. Можешь оставить меня. Ничего страшного. Ты не станешь одним из них. Все хорошо. Это не ради меня. Ли. Клэм, время на исходе. Тебе пора уходить. Можешь уйти со мной. Нет, милая. Не могу. Ничего страшного. Пожалуйста. Ты должна уходить. Сейчас же. Может быть, я не должна позволить тебе превратиться. Я не хочу заставлять тебя делать это. Блин, я считаю, я расплачусь. Ладно. Сохрани пулю. Я уже никогда не смогу уйти отсюда. Так что, всегда думай о том, что может тебе понадобиться в будущем. Мэнсенни, помнишь первые дни после нашей встречи? Да. Помню. Когда я пошел спасать Гленна, мы встретили девушку. Она была укушена, как и я. И все, что она хотела, не стать. Ходячим. Я не могу себе позволить дать ей пистолет. Я не хотел видеть смерть. Так как понимал, что это привлечет больше ходячих, ты не должна это видеть. Я уйду, я... Я оставлю тебя. Я буду уйти как можно быстрее. И как можно внимательнее. Всегда будь на чипу. А то, как я, помрешь. Дайди Амида и Кристо. Они ищут лодку. Найди их. Они позаботятся о тебе. И Клеон. Иди за прическу. Я буду... Я буду сам себя пристригать. Отлично. Молодец. И еще. Черт. Все. Что? Что еще? Ничего, не волнуйся. Все в порядок. Капец, он плохо, наверное. Я буду скучать по тебе. Мне тоже. Блин. Сейчас прям до слез. Очень момент напряженный. Ну, в смысле, эмоциональный. Прям, если вот вы переживаете всегда, когда играете за персонажей, то здесь прям эмоции зашкаливают. Особенно, когда первый раз играешь. Мне даже сейчас накатывают периодически они. Так надо, Клементина. Брось меня. Не уходи. Уходи. Я не хочу, чтобы ты это видела. Я не хочу заставлять тебя убивать родных себе. Просто иди правильно. Не оборачивайся. Опа, а стекло зависло в воздухе. Косяк налдал. Все. Ну, так вот. Конечно, можно заставить было себя убить. В принципе, ничего бы не изменилось. Но кто знает, для девочки убивать так близких себе было бы не самым лучшим решением. Ходячие мертвецы. Вот мы и закончили первый сезон. А я не помню, если я выйду, что-нибудь изменится или нет. Только сейчас. Придется. Ну, давайте попробуем выйти. Ну, чё, реально, что ли, нельзя? Блин, сейчас я... Ах, господи, блин, пришлось всё проскипать, все опять диалоги, побег Клементины от мента, в общем, да. Так, чё, операция, вы отрезали руку? Ну, да, как и многие люди. Ссора, вы ссорились? Ну, да, чё, он нас кинул? Я не хотел с ним ссориться, но он кинул меня. Я просто хотел, чтобы Кенни отрезал мне руку. Ну, ладно. Вы отдали его оружие? Ну, конечно, я ставил так. Вы убили его? Ну, конечно. Вы избавили от превращения? Нет. Нельзя, чтобы она делала такое. Так, что вы защитили его? Он пропал в стае. Вы дали воды Даку, что она застрелилась из-за сына. Вы назвали его расистом, вы доверили ему топор, Ларри умер в холодильнике на ферме, вы согласились убить его. Вы поддержали её, когда попали в засаду. Вы оставили её на дороге. А, пропали за посаду. Вы помогли ему забраться в поезд. Вы разделились. Вы обвинили Бена. В общем, чем кончилось так? Вы попросили Бена помочь вам найти. Клементину. Она умерла во время ходячих. Вы попросили её позаботиться о Клем. Его убили. Убили его, чтобы он не превратился. Блин, опять, да? Вы промотайте это. Господи, сейчас. Блин, я думал, титры никогда не кончатся. Фух. Так, она идёт по заставке Windows. Бедный Клем. Держись. Всё не так плохо. Как может показаться. Патроны. Патроны. А это этот ведут Амит и Кристо. Я вспомнил, как её зовут. Капец, нашли лодку. Да. Найдите лодку. Ей, говорит, найди Амит и Кристо. Вот. Вот мы, в принципе, прошли ходячих мертвецов, но у нас будет ещё одна серия. про 400 дней. Это, по-моему, история о нескольких группах людей, которые попадут в определённую ситуацию. Не знаю, для чего это они сделали, но мы его пройдём. Ну что ж, всем хорошим настроением. Всем до следующей встречи в последнем эпизоде. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok